Вторая часть, а именно компромат, которым Пригожин, как вы говорите, шантажировал Путина, и который он, ну, можно предположить, собирал много лет. Вот вы начали разговор с того, что он записал два видео, где сам рассказал о каких-то преступлениях Путина, ну, его окружения. Первое видео уже было в эфире, но основное, я так понимаю, видео вторая, вторая часть, оно не в эфире, но раз вы о нем знаете, то я так понимаю, что вы его или видели, или знаете, где оно у кого, и, значит, оно появится, и когда оно появится, и что на нем. В первые дни после мятежа на нас, и когда как раз проводились масштабные обыски в офисах и по месту проживания Пригожина, на нас вышли сразу несколько сотрудников так называемого ЧВК Вагнер-центра, сейчас он уже там табличку эту сняли с этого офисного центра, один из которых был непосредственно участником проекта 400 и вот всего этого такого медиахолдинга с фабрикой троллей Евгения Пригожина. И он рассказал о том, что он лично присутствовал при обработке этой второй части, были определенные инструкции, что с этим делать на случай ареста задержания. Еще раз подчеркну, Пригожин и Уткин, при том, что они озвучивали, что вот нас могут ликвидировать, танчик нас может размотать и так далее, они сами в это до последнего не верили. И единственное, чего они опасались, это арест на помещение их в Лефортово по обвинению и в коррупции, и по обвинению в убийстве россиян и мерсиян, потому что там больше ста человек они убили за отказ воевать и выполнять их приказы. Вот этого они боялись, что они сядут на пожизненный срок лишения свободы. И именно для этого это видео держали. Так вот, этот человек собирался покинуть территорию России, и у него были тоже какие-то определенные файлы. Частично кое-какую информацию он нам направил авансом для того, чтобы нам это помогло в нашем независимом расследовании. А потом этот человек ушел со связи и не вышел. Последнее, что он сказал, что он попытается самостоятельно, без нашей помощи, покинуть территорию России, так как он вообще никому не верит и свяжется с нами, когда уедет. Неизвестно. Возможно, его отловили в фейсбэчнике. Возможно, он уехал и уже связался, например, через твиттер с ЦРУ, как они там продвигают и призывают покинувших Россию, людей, которые имеют отношение к спецслужбам и тайной информации, что-то им передавать. Я не знаю. Может быть, это программа защиты свидетелей, и мы его увидим позже. Может быть, он задержан или с ним что-то случилось в России. Время покажет. В любом случае, нам точно известно, что уже несколько человек, входивших в окружение Пригожно, точно уехали из России, и они как раз выстраивают свою стратегию по поводу того, чтобы получить определенный иммунитет и безопасность. Так что еще раз подчеркну, я думаю, что осень будет интересна вот этими событиями и деталями, подробностями. Но, конечно, самые важные показания мог бы дать лично Евгений Пригожин, потому что именно он под легендой повара Путина, человека, который рулит кейтерингом и кормлением, какими-то винами и ресторанами. Он там кормил, когда, по-моему, Джордж Буш прилетал с делегацией, вот он занимался обеспечением кормления Буша и Путина. И вот это была основная легенда для личных контактов между Путиным и Пригожиным, что якобы вот они встречались по поводу различного питания, как я вам, по-моему, в прошлом эфире уже рассказывал, определенные подробности, которые потом широко разлетелись по интернету и вошли в мемы по поводу того, чем там кормил Пригожин Путина. Так вот, он, конечно же... В том числе, вот источник ФСО рассказывает, утверждает, что это было действительно так, что их связывают какие-то вещи, какие-то тайны, которые для нормального обычного человека даже в голове не укладываются. Так вот, наверное, он мог бы рассказать очень многое, чтобы это было не только из моих уст в вашем эфире, а мог бы рассказать сам Пригожин, что, конечно, бы шокировало огромное количество людей по всему миру. Но очевидно, что теперь он больше этого, к сожалению, не расскажет. Об этом только можно сожалеть, что произошло 23 августа. Мы надеялись на то, что его рано или поздно на международном уровне задержат как главаря террористической организации, как сообщника Путина, как человека, который причастен к убийству огромного количества и украинцев-россиян. Ну, понятно, что Путин поступил с ним, как поступает крестный отец в мафии, уничтожая тех, кто, возможно, пойдет и заключит какую-то сделку и будет давать показания. Вот что они сделали. Они отрубили одну из щупалец этого спрута и сбросили в горящем самолете с высоты в нескольких километров на землю. А потом, когда это еще упало, проехались на следующий день бульдозерами и сняли ровным слоем весь покров, весь слой на поле с тем, чтобы потом пытливые журналисты либо какие-то независимые расследователи случайно на травинке, на какой-нибудь, не обнаружили следы какой-то взрывчатки, благодаря которой и рухнул этот самолет с высоты в нескольких километров. Хорошо, еще раз. То есть, видео существует, которое записал Пригожин как компромат на Путина и его друзей. Если оно существует, ну, наверняка же Пригожин его хорошо спрятал, и он же сам говорил о том, что он там опасается за свою жизнь. Как вы считаете, где оно сейчас, в чьих руках оно находится, либо же Путин его смог таки достать, но опять же, если он его достал, наверняка там есть копии и так далее. И что такого на этом видео, что может стать компроматом для Путина? Не в глазах международной общественности, цивилизованного мира. Это все, да, для Гаги, да, свидетельства и факты. Я имею в виду для россиян, потому что, в первую очередь, он же, наверное, об этом думает. Потому что, ну, смотрите, уже что он не делает с русскими, они как рабы покорные, все ему спускают. Ну, здесь есть, давайте так, по поводу, где эти могут быть находиться флешки, точно известно, что ближайшее окружение Пригожина большую часть брали и взяли уже под контроль спецслужбы ФСБ. Поэтому те, на кого Пригожин рассчитывал, что они-то начнут там за него там мстить и поднимать какую-то компанию, мы видим, что они слились и его слили, по большому счету. И все сейчас так на тормозах спускается и там с этими похоронами, которые прошли в закрытом режиме и со всем остальным. Что касается того, будет ли оно опубликовано или нет, я думаю, по логике, что сначала Путин и Патрушев получили гарантии того, что это видео 100% не будет опубликовано и этот архив не будет где-то размещен, вброшен. И только после этого они приняли вот это вот окончательное решение по поводу финальной версии ликвидации. Что могло бы быть там и что было там вот в этом видео, но еще раз подчеркну, это продолжение того, о чем он снимал в первой части. Просто в первой части он все это называет некими олигархами, которые управляют Россией, некие олигархи хотели устроить рейдерский захват Украины и так далее. Понятно, что во второй части он бы озвучивал фамилии Путина, Патрушева, Бортникова, Шойгу, тех, кто стоит бенефициарами за тем, что сейчас происходит и происходило все последние 10 лет. Понятно, что у него есть, точнее уже было очень много информации, которая всех шокировала, которая обнулила все смыслы, которые Роспропаганда вбрасывает и вбрасывала последние полтора-два года россиянам в мозги. И в отличие от того же меня, Алексея Навального или кого-то, у него был достаточно серьезный уровень влияния именно на ту аудиторию, которая верит Владимиру Путину и где-то пересекается. То есть он мог бы разрушить образ Путина в глазах путинистов и показать, что на самом деле это не патриот, который думает о России великой, а это террорист, это коррупционер, это убийца. Это человек, который цинично и незаконно освобождал из тюрем десятки тысяч людей, которых отправлял убивать и на убой и так далее. То есть, в общем, он мог бы озвучить и озвучил под видеозапись то, что во многом дискредитировал бы Владимира Путина именно в глазах его основного электората в России. Этого, конечно, Путин допустить не мог. Это было бы для него и для его окружения катастрофой. Хорошо, Владимир, вот финалимся уже. Дело в том, что я смотрю, российские СМИ публикуют сейчас информацию о том, что Кремль готовится к новому мятежу, к новому заговору. И там прошла команда от Путина сделать все для того, чтобы его предотвратить. Это уже после смерти Пригожина. А какие теперь зоны риска остались для Путина, для режима по демонтажу? В ком они заключаются? Армия, полковники, генералы, майоры, капитаны, лейтенанты. В общем, все те, кто прозрели, кто понимает реально, что происходит сейчас. Они, в отличие от большинства, кто еще пока находится в России, они точно знают, что на самом деле происходит на оккупированных территориях, что происходило во время войны. Что, по сути дела, они все стали захватчиками, фашистами 21 века. И они не хотят продолжать воевать. И вот мне сегодня источник прислал один документ, который говорит о том, что они, начиная с августа, принимают срочные меры для резкого усиления Росгвардии, Золотова. Призывают, собираются рекрутировать даже бывших сотрудников МВД, Росгвардии и так далее, которых увольняли по дискредитирующим обстоятельствам. Они выгонялись с позором. Они хотят сейчас накачивать внутренние войска, потому что они реально понимают, что в любой момент российская армия может повернуть вспять и уже пойти с оккупированных территорий Украины в Москву, наводить порядок и сносить это все и останавливать. Потому что то, как все это обставлено и происходит, конечно, не может быть одобрено нормальными людьми. Вот они оттуда ждут, конечно же. И они понимают, что эти настроения есть. Просто проблема в том, что нету сильных лидеров внутри армии. Те командиры, которые пытаются каким-то образом противостоять Шойгу и Герасимову, их тут же отстраняют, задерживают, контрразведка арестовывает и так далее. Но в какой-то определенный момент это критичная масса, если они там смогут найти силы и объединиться. Я допускаю, что в течение ближайших 7-8 месяцев, возможно, вот эта вот вторая часть, но уже не со стороны Чувака Вагнера Пригожина, а именно со стороны военных. Вот к чему они готовятся, чего они опасаются. И поэтому, собственно говоря, и Суровикин, и другие заговорщики сейчас изолированы, отстранены от власти. И сейчас они всячески, в общем, демонстрируют военным, что любого можно арестовать. И с любым ФСБ может сделать что угодно. И, кстати говоря, здесь важно отметить следующее. Путин и ФСБ не случайно выстраивали эту коррупционную схему, масштабную гранд-коррупцию повсеместно во всех госорганах и в армии в том числе. Нету ни одного командира какой-либо войсковой части, на которого у контрразведки ФСБ нету компромата. Где-то им не додавали сверху того, что положено. И чтобы просто тупо закрыть потолки, чтобы они не текли, и покрасить, командирам приходилось собирать солдатиков с младшего офицерского состава, какие-то там 500-1000 рублей. То есть можно в любой войсковой части собрать показания, на основе которых можно запросто сажать командира любой войсковой части за коррупцию, за поборы. За вымогательство. Где-то он вместо стульев купил столы или вместо столов купил какой-то диванчик. Нецелевое расходование бюджетных средств. У них папочки лежат на всех. И вот эти папочки с компроматом являются пока еще залогом прочности вот этой вот страшной системы. Но в какой-то определенный момент, если вот эти командиры между собой смогут сконнектироваться, объединиться и понимать, что в принципе вместе они сила, если они проанализируют все ошибки, которые совершили Уткин с Пригожиным в те самые дни, когда они имели шанс на кардинальные изменения, а вместо этого слились под какие-то обещания иммунитета, поверив Путина. Но теперь будет, если это вторая часть вообще будет, то конечно она не закончится договорником, потому что они понимают, что договариваться с Путиным, ну все понятно всем уже, да, это быть просто круглым идиотом. Я так понимаю, что это лично Путин звонил Пригожину, чтобы он сел в самолет и прилетел к нему на встречу в Москву, да? По моей информации там была встреча с Патрушевым, а не с Путиным. И более того, это была хитрая встреча, чтобы выманить, чтобы несколько часов у спецслужб было, чтобы совершить определенные манипуляции с бизнес-джетом. И ему как раз сделали какие-то заверения, что все будет прекрасно и хорошо, и будут самые большие планы впереди в будущее. Уткин же за несколько недель до убийства, он же выступал перед наемниками в Беларуси, он говорил, что нас ждет самая большая в мире работа. То есть им там наобещались три короба, им сказали, что они будут просто супергероями, которые там завтра будут кошмарить Польшу, Прибалтику и так далее, просто повесили перед Осликом морковку. Ослик пошел за этой морковкой в то время, когда его копыта опутали с зарывчаткой, и просто когда они взлетели на позитивной ноте все вместе в Питер, дальше понятно, что кто-то нажал на кнопочку, и все это рухнуло. И рухнуло, кстати говоря, на территории Тверской области, где есть целый ряд заповедников, закрытых территорий и так далее, куда просто так простой смертный не приедет. Ну, это урок для всех тех, кто захочет договариваться с Путиным, будет ему верить, и если захочет делать против него мятеж или сносить режим, в последнюю минуту остановится и решит, что не так до этого и хотелось.